Здравствуйте, Андрей Рыжкин. Я технический директор компании Агима. Мы сейчас являемся топ-1 в рейтинге веб-интеграторов. Это значит, что мы много работаем по интеграции с различным большим, средним бизнесом, видим много боли, которые там происходят, очень много общаемся с их IT, много общаемся с различными IT-директорами, ну и просто коллегами с рынка по поводу этих проблем. Мы замечаем какие-то тренды, попытаемся помогать нашим коллегам по мере возможности. И если говорить про эти самые тренды, то я бы сказал, что сейчас один из самых важных трендов это так называемый web-driven enterprise. Что это может быть такое? Определение, оно написано на слайде, оно очень простое, но оно не дает понимания, что это такое на самом деле. Потому что за этим простым определением стоит еще куча всего. Процессов, архитектуры, HR, ролей, бизнеса, каких-то технических стеков, архитектуры решений и так далее. Этих вещей все больше и больше становится, и в принципе все они так или иначе должны поменяться. И раньше была архитектура решений, но она должна поменяться. И роли IT в бизнесе были тоже, и они тоже должны поменяться. И все эти вещи должны меняться, потому что это все касается IT. А IT сейчас это самый большой двигатель прогресса, да? Самый большой двигатель корпорации и компаний по меркам оборотов, скорости изменений и так далее. И те, кто в этой скорости начинает проигрывать, они могут просто в этой гонке остаться неудел. Есть даже такое высказывание знаменитого писателя из Wired, который сравнил таких неповоротливых IT-гигантов с живыми и ходячими мертвецами, да? Оно несколько, конечно, утрировано и, наверное, слишком возводит все в абсолют, как у ситхов. Но все-таки какая-то доля правды здесь есть. Те, кто не собирается быстро меняться, те начинают проигрывать. И здесь можно поговорить о том, а в чем разница между веб-дриминг, то есть новым подходом к интерпрайз-решениям, и старым классическим интерпрайз-таким застарелым немножко решением. Таких вещей очень много. Я несколько из них озвучу, но на самом деле это тема одного отдельного доклада и не на 45 минут даже, да? Если взять то, что было раньше, если взять классический интерпрайз, раньше роль IT – это просто некое сервисное подразделение, которое выполняет то, что вы ему скажете. Оно делает ваши задачи, значит, и не думает о том, как там в бизнесе дела, как помочь бизнесу, как они могут повлиять на эффективность бизнеса. Это не их задача. За них думает маркетинг, какое-нибудь подразделение бизнеса и так далее, кто этим там вообще занимается, да? Сейчас же IT-департамент становится основной такой бизнес-единицей, которая на самом деле генерит прибыль, генерит идеи и вообще проникает глубже в структуру всей компании. То же самое можно сказать и про нацеленность на потребителя. Если раньше IT работала над тем, чтобы удовлетворить потребности внутреннего своего заказчика, то есть просто бизнесу дать то, что они от тебя хотят, то теперь им нужно думать о конечном потребителе, то есть уже о том, кто взаимодействует с самой компанией. А это значит, что им нужно выходить на уровень коммуникации с этими людьми. Они уже не могут сидеть обособленно в своих подразделениях и не обращать внимания оттуда, что происходит снаружи с компанией. Соответственно, меняются цели. Если раньше IT фокусировался на автоматизации бизнес-процессов, то сейчас он должен фокусироваться над формированием продукта и должен сменяться фокус внимания в эту сторону. Если говорить про фокус внимания, то сейчас в основе IT должен быть потребитель, конечно. Ведь именно он приносит компании прибыль. И те, кто под этого потребителя быстрее меняется, те, кто позволяет ему чувствовать себя комфортнее с вашей компанией, те и выигрывают. И все это зависит от IT. Вообще, чем круче у вас IT, тем выше успешность вашей команды, вашей компании. Это такой, получается, своеобразный IT-спецназ. Чем у кого он круче подготовлен, у кого больше таких бойцов, то, в принципе, быстрее развивается. И с финансированием то же самое. Если раньше IT это была такая строчка типа канцелярии или курьеров, то есть это некие такие расходы накладные косвенные, то теперь это уже строчка, которая генерирует прибыль. То есть чем круче у вас IT, опять же, тем выше у вас обороты, тем выше рентабельность и так далее. Я много сказал про скорость изменений. И, например, у нас в вебе очень привыкли, что никто не будет ждать год, чтобы запустить какой-то проект. И водопады – это красиво, если говорить про какую-нибудь Ниагару, но если говорить про разработку просто IT-продуктов, никто год ждать не будет. Здесь лучше подойдут гибкие методологии. И компаниям, IT-департаментам большим тоже нужно меняться в сторону того, чтобы научиться работать по agile. Это сейчас повсеместно внедряется, особенно после различных заявлений таких именитых людей, которые говорят, что у нас завтра начнется agile. Но завтра он не начинается. Он начинается чуть тяжелее, чуть дольше. И поэтому сейчас популярны все ребята, которые консалтят по agile, которые его внедряют и так далее. И даже на этой конференции несколько хороших докладов на эту тему будет. Я туда схожу, вам тоже советую. И вот таких вещей, про которые можно сказать, про отличие классического интерпрайза от современного веб-дривен, их очень много. Это и ценность времени пользователя, например. Если раньше IT было все равно, насколько пользователю интересно находиться и взаимодействовать с вашим продуктом, то теперь это один из их ключевых KPI. И все остальное, что здесь написано, я просто не буду над этим останавливаться, потому что очень много об этом можно разговаривать. Любая из этих строчек, в принципе, так или иначе, я думаю, в каждой компании вы сами или ваши знакомые это уже на себе ощутили. И стоит сказать, почему не подходят уже, почему не справляются с текущими задачами старые IT-подразделения, старые интеграторы и так далее. Почему старые IT уже не подходят? И приведу несколько примеров из нашей практики, такие самые, которые запали мне в душу. Вообще, я очень часто, я очень трепетно отношусь к тому, как мы строим какой-то продукт. Мы стараемся делать его всегда полезным, data-driven, как мы это называем. То есть мы это стараемся делать полезным, нужным. Мы всегда делаем те продукты, в которые мы верим. Мы не делаем, как говорит нам клиент, мы стараемся с ним обсудить, договориться и все действительно сделать на данных. Поэтому любая фейловая история, которая у нас выходит или не выходит, она западает мне в душу. Например, вот страховая компания, одна из топовых, которая собиралась запустить несколько продуктов, несколько сервисов, чтобы достичь, значит, какого-то там места в рейтинге по продажам, захотела внедрить вот этот сервис. Обратилась к нам, мы с ними все посчитали, продумали, проанализировали цифры, поняли, что они смогут вернуть там свои инвестиции через столько-то, у них будут такие-то потребители, такие-то каналы будут запущены и так далее, и так далее. И, в принципе, ударили по рукам. И там нужна была небольшая, в принципе, доработка со стороны их IT. Мы все вместе, значит, устроили большую встречу, поговорили, объяснили IT-директорам, IT-специалистам, как это важно, как это нужно и так далее. Они нас выслушали, покивали, сказали, ну окей, у нас сейчас программист, там, Вася уволился, мы еще снова найдем и все запилим. И один программист, то есть все зависело от того, насколько быстро они найдут одного программиста. Мы им сказали, чуваки, давайте мы вам дадим своего программиста, проверенного, уверенного, который работал с вашими сервисами, и он вам все запилит. Давайте не будем ждать, пока вы найдете кого-то, пока вам пройдет испытательный срок и так далее. Мы им сказали, ну давайте обсудим, это же бюджеты, вы понимаете, у нас бюджетирование тоже годовое, нам никто на это денег особо не дает. Мы такие, ну вы же собираетесь себе программиста брать. Возьмите у нас, посчитали, там, естественно, наложили налоги всякие и так далее, посчитали по себе стоимости, потому что у нас от этого зависели контракты на более чем 10 миллионов, только по нашей как бы части вебовской. Нас сказали, вы что, дураки, что ли, я за эти деньги могу полтора программиста нанять, а то и двух, если один дешевый будет. Нет, чуваки, так дела не делаются, значит, это дорого, мы это делать не будем, будем искать программистов. Полгода почти искали, съехало все, что могло съехать, ничем не запустили, упустили возможность, значит, стать первыми в этом направлении, и никакой позитивной истории здесь не получилось, да. Это пример того, когда роль IT неверная в компании, то есть они думают только с точки зрения того, что они тратят, они не думают с точки зрения того, что они еще и прибыль приносят. Если они сейчас сделают какие-то затраты, то в конечном итоге это обернется в прибыль компании. Всегда нужно принимать решения на основе параметра скорости возврата инвестиций, да. Если вы в конечном итоге в какой-то нужной вам перспективе получаете прибыль, это какая разница, сколько вы потратите. Второй пример – это банк, тоже кондовый, тоже тяжелый, история почти такая же, бюджетирование раз в год. Никто меняться не захотел, никто не захотел идти просить доп. финансирования, чтобы мы запустили какой-то сервис. Как у них там дальше сложилось, мы не знаем. Мы сделали кучу всего полезного, миллион людей было вовлечено с обеих сторон. Все уперлось в то, что они не могут выделить нам сервер. Причем был разработан программный продукт уже, он уже был готов, он крутился на наших тестовых серверах. Значит, какие-то хостинги внешние или клауд-платформы использовать нам не дали, потому что это небезопасно по политике банка. И в итоге этот проект мы просто положили в стол, разошлись, ничего полезного тоже из этого не вышло. А вот это такая позитивно-негативная история. У многих СМИ есть, ну точнее у всех онлайн СМИ есть категории того, как они меряют свою успешность. Например, это, один из вам таких показателей, это быстрота публикации новостей на свой сайт. Кто быстрее это делает, тот попадает, значит, выше в выдаче Яндекса, тот получает больше трафика и так далее, и так далее. И с такой задачей лет пять назад к нам пришел один крупный онлайн СМИ-заказчик. Значит, мы с ними пообщались, поняли, что нужно сделать, почти договорились. Но IT сказал, что, знаете, в принципе, мы не можем этих ребят пустить, потому что мы там разрабатываем только сами. Параллельно несколько компаний, несколько команд работать не может, поэтому мы ваши все хотелки услышали, мы сами все сделаем. Никто нам не нужен, мы, значит, все запилим сами. Прошло сколько-то времени, несколько лет, повторный тендер, мы опять общаемся с этим же заказчиком и узнаем интересную историю. То, что, оказывается, бизнес устал какое-то время ждать решения от своего IT. На этот тендер даже не позвали IT-директора этой компании, потому что в них больше не верили. Не верили в то, что они готовы к той скорости изменения, которая нужна бизнесу. И в итоге команду расформировали, платформу решили перезапустить. И, в принципе, вот в этом позитивная история. Негативная в том, что на это потерялось несколько лет. Ну, и, конечно, негативная еще для тех, кто был уволен, но это их выбор, я считаю. И таких примеров куча, на самом деле. Еще один запавший в душу, последний, я перейду к другим вещам, не буду вас утомлять. Это, значит, как на одном из тендеров, где тоже мы, не знаю, месяца два-три общались с заказчиком, думали, как сделать лучше. Несколько команд участвовало, несколько людей со стороны клиента. Мы все это обсуждали, и самый незаинтересованный человек на встречах всегда был CTO, то есть техдир. И он сидел апатичный такой, неинтересный ему все, вопросов не задавал практически на все, был согласен с самого начала. И в какую-то из встреч, уже более-менее финальных, мне удалось с ним поговорить тет-ет-ет-ет. Я спрашиваю, слушай, а что ты такой незаинтересованный, знаешь, касается твоего отдела, тебе же придется кучу всего менять, кучу переделывать, кучу времени убивать на то, чтобы это было все, значит, работало правильно. И ты сейчас не задаешь никаких вопросов, как ты незаинтересован. Он сказал, ну, по секрету ничего не будет. Я такой, в смысле? Он говорит, ну, это все фигня. Я говорю, ну, почему? Он говорит, ну, потом приду спрашивать меня. То есть мое решение здесь ключевое, меняем мы систему или не меняем систему. И менять мы ее не будем. Потому что у меня 20 программистов, я не хочу их увольнять, не хочу набирать новых. Мне неинтересно все это менять, и, значит, я этой фигней заниматься не буду. В итоге, не знаю, там, тысячи человек и часов просто потонули в туи. И если уйти от примеров и перейти к проблемам, то их можно все категоризировать, как-то обобщить. Наверное, одна из самых больших и частых – это некие легоси-системы, которые устоялись компанией, их никто не хочет менять. Потому что придется сменять команду или придется закупать новое оборудование, или придется писать новую документацию. Какие-то искусственные барьеры, которые есть. И, в принципе, если у вас есть такая система, в компании вы чувствуете, что она не успевает за вашим бизнес-изменением. Мы для себя никакой, значит, истории, кроме как это просто выкинуть на помойку и сменить, не видим. Потому что те компании, которые мы видели, пытались что-то с этим сделать внутри, они гнили заживо несколько лет. Потом все равно к этому приходили. То же самое к сотрудникам относится. Если есть такие айтишники, знаете, старые такие, значит, лысые дядьки, толстые, очень неповоротливые, которым неинтересны все эти ваши вебы, все эти интернеты и быстрые изменения. Ну, тоже они, может быть, хорошие ребята, но есть такой слоган, типа, если любишь, отпусти. Пусть они идут куда-нибудь, им будет комфортно. В компаниях, которые хотят быстро меняться, этого быть не должно. Еще одна большая проблема, то что кадров не хватает. Или хватает, но они очень дорого стоят. У нас, например, в отделе аналитики работает актуария, там, аналитики, которые работают с Big Data, там, программируют сами на питоне и так далее. И мы как-то тоже очень долго ищем туда людей, готовим сами сейчас. И мы даже набирали туда людей из вузов технических, которые такие Data Science. Вообще сейчас эпоха и время математиков. Наконец-то они получили то, что хотели. Всю жизнь они грезили о том, чтобы быть самыми важными. Помните, все сериалы, это теория большого взрыва. Да, и все они хотели всю жизнь, значит, быть такими умниками, от которых все зависит. Вот, наконец-то эта эпоха настала, от них теперь все зависит. Они все теперь очень дорогие, стоят, как машина. То есть, для примера, тех людей, которых мы с вузов брали на третьем курсе какого-нибудь, они получали зарплату соизмеримую с тенеры разработчиками из моего технического отдела, которых опыт работы 5-8 лет. А это было первое место этих людей. Ну, то есть, нифига себе, какие специалисты редкие, если за них готовы столько платить, да. И здесь выход такой, мне кажется, нужно аутсорсить специалистов. Есть параллельная история, которую можно развивать, это обучать своих, это долго, да. Ждать, пока придут другие их забирать, это тоже долго. Самое быстрое аутсорсить. Ничего страшного в этом нет. И вот, как показывает пример, то есть, страховой компании, о которой я говорил, да, больше полгода прошло, прежде чем они себе нашли специалиста. И сколько недополученной прибыли это им принесло. Очень много. И вот здесь Ольга замечательно рассказала про разницу в стенах интеграторов и диджитал агентств. Я об этом тоже чуть-чуть скажу, может, дополню. Сейчас 90% веб-студии, диджитал агентств, вообще всех этих ребят, они не готовы к enterprise-требованиям каким-то. Не готовы по одной простой причине, потому что к ним с этим никогда не обращались. И они не знают, что с этим делать. 90% в ПДСЛА, так же, как и мы, в свое время понимают то, что мы будем мониторить, что главная страница вашего сайта открывается, и, значит, если она не открылась, мы на это среагируем. На самом деле за этим стоит еще куча всего, то, что мы узнали, тоже для нас это было в свое время шоком. То есть то, что нужно, отказывается, три линии поддержки. То, что первая принимает обращения от самих пользователей системы, вторая, значит, общается с первой линией, маршрутизирует все эти запросы между различными подразделениями, которые отвечают за функциональность каждого из сервисов. Третья линия – это конкретно уже специалисты, которые руками могут что-то запилить или проконсультировать кого-то там и так далее. И очень много становится узлов мониторинга. Они теперь зависят не от технических характеристик, а от бизнес-показателей. Сколько сообщений в очереди на отправку SMS для двухфакторной авторизации. Сколько сейчас за последний час прошло активации, за последние три минуты прошло активации по картам лояльности. Сколько у нас сейчас в стеке оформленных заказов и так далее. Мы мониторим уже бизнес изменения. Мы выявляем какие-то аномалии, которые постоянно подтюниваются. Вот на это мы должны реагировать, а не просто на то, что сайт не открывается или какой-то там сервис отвалился. Чтобы это все решать, нужны карты коммуникации, схемы эскалации и еще куча вещей, которые в классическом вебе никто не делает. То же самое про документацию. Опять же, как Ольга правильно сказала, это несложно. Но никто не знает, как это делать, потому что к ним просто по этому поводу обращаться. Если кого-то просит, типа, напишите нам тест-кейсы, и нас тоже просили, напишите тест-кейсы, мы всегда пишем. Но так, чтобы на один, скажем, не очень сложный веб-продукт нам пришлось писать почти тысячу тест-кейсов, это было первый раз, или чтобы нас начинали подтягивать за то, что у нас нет положения о смене парольных защит, парольных, значит, паролей наших, да, и так далее. И таких вещей очень много, и они должны актуализироваться. И по умолчанию, когда большой клиент вас спрашивает о разработке системы, он-то это подразумевает, а вы об этом даже не думаете, потому что раньше этого не делали. К сайзингу тоже разный подход. Если в AppStudio привыкли, значит, выбирать хостинг только по цене и тому, как он удобно отвечает в чатике техподдержки, то на самом деле для больших клиентов, у которых большие закупки, оборудование и так далее, подо все нужно обоснование. Обоснование нужно уметь затачивать под конкретные подразделения, и для этого нужно уметь проводить нагрузочное тестирование, мерить правильные показатели, не только, опять же, РПС и загрузку оперативной памяти с ЦПУ, но уже и скорость прохождения критически важных каких-то операций в секунду на вашем продукте. Мониторинги, как я уже сказал, должны быть на бизнес показатели ориентированно. И нужно уметь прогнозировать рост объема данных. То есть, если вы знаете, что сейчас вам миллион посетителей генерит, не знаю, там, терабайт данных в неделю, то через два месяца у компании собирается запуститься какое-нибудь мобильное приложение, и прирост трафика будет, соответственно, такой-то. И значит, нам понадобится столько еще мощностей, памяти там и так далее. И веб-студии, и интерпрайз классические не привыкли к быстрым релизам и большим изменениям. Если для классического интерпрайза это было, в принципе, допустимо, то для веба и веб-дримена это вообще недопустимо ни в коем случае. И у многих сейчас процесс выкладки или обновления или релиза напоминает такие пусковые работы какой-нибудь ракеты, как в NASA. То есть это сначала долго планируется, потом долго, значит, документируется, потом долго запускается. Все замирания в сердце смотрят, как это произойдет, не рухнет ли ракета. И такая история, она всегда работает индивидуально. То есть это получается уникальный случай. А раз он уникальный, то есть нечастый. Нечастый он потому, что это очень рисково. Мы это часто не делаем и можем что-то напортачить. Поэтому стараемся как можно реже проводить релизы. Значит, это уникальная история. Если она уникальная, к ней отдельно нужно готовиться. Значит, это большой труд затраты на планирование, подготовку, реализацию и так далее. Каждый раз это как что-то такое стрессовое. И в принципе понятно, что так быть не должно. Релизы должны быть частью работы еженедельной, ежедневной, как угодно. И так у нас, например, появился отдел эксплуатации, который занимался релизами и занимался тем, что отвечал за бесперебойность сайта и отвечал за релизы. Потому что одна из самых частых проблем по проблемам с бесперебойностью продукта, сервиса, сайта – это как раз релиз неправильно совершенный. Мы отдали все это специальным людям, которые занимались чисто релизами и чисто бесперебойностью. И тут возникли конфликты между вот этими людьми и разработчиками. Вот этими людьми и, скажем, менеджерами. Потому что с точки зрения… Вообще здесь про людей надо больше сказать. Вот этими процессами всеми рулят какие-то люди-руководители, IT-руководители. И они должны вовремя замечать вот эти микроконфликты. С точки зрения разработчиков, системных администраторов, часто изменения – это зло. Потому что это риски, и у них главное KPI – это не напортачить, не испортить то, что уже работает. А с точки зрения бизнеса, часто изменения – это, несомненно, добро. То есть это то, что помогает нам быстрее меняться, быстрее выкладывать какие-то фичи. И нам чем больше изменений, тем лучше. А с точки зрения разработчиков, чем больше изменений, тем хуже. И на самом деле, когда такие конфликты вас снигают, нужны грамотные IT-лидеры, которые вот эти вещи выявят и будут помнить и напоминать команде о том, что мы все, в принципе, мыслим позитивно и стараемся для компании сделать как лучше. То есть не напортачить, да, хорошая цель. Сделать больше изменений, чтобы наши потребители радовались этим изменениям, получали какую-то пользу – это тоже хорошая цель. Так давайте вместе подумаем, как нам эти цели лучше достичь. А не то, что у нас есть какой-то технический директор, который отстаивает позицию своего департамента. Есть отдел маркетинга, который отставит позицию своего департамента. Эта история всегда очень убыточная. И здесь можно перейти к тому, каким должно быть вообще IT-подразделение. Если обратиться к Гартнер, да, то понятно, что доля IT вообще в компании, она сейчас безумно растет, быстро растет и будет еще расти больше, дальше и так далее. И это значит, что IT должен быть уже не замкнутой какой-то инфраструктурой сама в себе, а она должна стать стратегическим партнером всего бизнеса. Она должна стать, значит, тем, кто решает, тем, кто определяет стратегию вместе с другими бизнес-партнерами этой компании. И должны пройти, должны выйти на путь диджитал-трансформации или перейти на путь диджитал-трансформации все корпорации, у которых есть IT, у которых бизнес, в принципе, зависит от IT. Есть такая концепция еще Digital First. Она тоже относится к диджитал-трансформации отчасти. Она говорит о том, что если раньше у нас были планирование и бизнес-план, бизнес-стратегию для компании строили на год или на несколько лет, и это работало, то сейчас так не получится. Раньше строился большой бизнес-план, и IT-подразделение под него подстраивалось, какие-то свои вещи планировали и так далее. Сейчас технологии настолько быстро меняют сам бизнес, настолько быстро внедряются во все процессы, что нам необходимо просто рассматривать бизнес-стратегию компании в контексте всего предприятия, в контексте всех технологий, которые мы будем применять или можем применять. И здесь прежде всего нужно смотреть на те вещи, которые мы можем применить. И советовать с IT, ставить IT своими советниками в этом деле, стратегическими такими партнерами. Потому что любое изменение IT, которое вы затеете, ну, в принципе, или не IT, как вам кажется, оно будет так или иначе касаться IT. Теперь стало возможно в вашем любимом такси оплатить что-то, значит, с мобильного или с карты или как-то еще, это IT. Если вам больше у кассы не нужно доставать карточку, а достаточно мобильного приложения, это тоже IT. И все вот эти вещи, они так или иначе IT касаются, без них эти вещи сделать не получится. Я уже говорил, что очень важно, чтобы IT-лидеры правильно строили концепцию взаимодействия внутри корпорации. Они не должны, вот если говорить про техдиров и силу, и сетево, да, они не должны сидеть и ждать, пока кто-то придет им и расскажет, что нужно сделать. Они должны быть тем стратегическим голосом, который сам говорит, что нужно сделать, который сам следит за тем, сколько сейчас пользы мы приносим нашим потребителям, сколько проблем у них есть, как мы их можем решить, и с точки зрения IT, как лучше к этому подойти. И здесь вообще, в принципе, у IT должно поменяться вот это отношение вместо внутреннего заказчика, это должен быть внешний заказчик, наш потребитель. Это такая политика клиентоцентризма. Когда мы прежде всего смотрим, чтобы наш клиент был доволен, удовлетворен, смотрим за его показателями, работаем с его ожиданиями, потребностями, циклом изменений, у клиента всегда небольшой, очень быстрый. И какой бы он ни был, новый клиент или старый клиент, он всегда постепенно, точнее, постоянно меняет отношение к вашей компании, что бы вы ни делали. И важно уметь отслеживать его изменения, уметь понять его потребности, понять, как их можно у нас применить. И третий, самый важный пункт, это нужно понять, как вам внутренние барьеры вашей компании преодолеть. Вот это, если первые два пункта сделать, в принципе, легко, это все делать научились, то есть третий пункт, это такой вызов текущего времени, я считаю. Как итог, я могу сказать следующее. Думая о том, какое IT-подразделение у вас должно быть или как взаимодействие с IT построить, думайте в разрезе того, что это стратегический партнер ваш, что это ваш голос, который может вам помочь, подсказать, направить на какой-то путь и может стать в каких-то вещах ключевым задавателем трендов такой, да. Если раньше это было просто сервисное подразделение, то сейчас это основной двигатель вашей компании. И при вот этих всех изменениях, блокчейн, клауд или будь это любая другая технология, которую вы раньше не пользовались, нужно помнить о том, что выхлоп от нее будет пока не ясен, скорее всего, на 100%, потому что нет еще большого опыта сложившегося, нет каких-то многих кейсов, удачных или неудачных. И в принципе все, что вы будете делать новое, оно так или иначе будет экспериментами. Не нужно этого бояться, нужно делать, потому что те, кто в этой гонке будут участвовать, только те имеют право называть себя какими-то лидерами, гигантами и так далее. И самое главное, помните, что старый подход, то, о чем я приводил в пример в негативных сценариях, он отбрасывает вашу компанию назад. На этом все. Всем спасибо. Если есть вопросы, я готов на них поотвечать. Добрый день, спасибо за доклад. Маленький вопрос. Три линии поддержки, то есть вы у себя 80 человек, и вы у себя организовали отдел поддержки, который все эти три линии организует 24 часа в сутки. Люблю внимательных людей на презентации. Слайд старый, там на самом деле на первом слайде даже написано, что мы не топ-1 в веб-интеграторах, а топ-3 разработчиков для финансового сектора. Устаревший слайд. А у нас сейчас больше. Организовали ли мы три линии поддержки для нашего клиента по поддержке его потребителей? Нет. Мы организовали вторую и третью линию, а первая линия – это колл-центр, который мы им помогли настроить. То есть держать у себя колл-центр людей, которые будут принимать заявки, конечно, нет. Это не совсем наша стезя, и к нам, когда обратились, мы сначала тоже испугались, типа, нифига себе, нам нужно делать колл-центр свой. Потом поняли, что это не к нам. Но 90% агентств до сих пор испугаются по поводу второй и третьей линии. Потому что тоже не знаю, что это такое. У нас раньше была одна линия – это наши системные администраторы. Одна, первая и единственная. Больше нам не нужно было. Сейчас оказалось, что оказывается и вторая линия нужна, и третья линия нужна, и разные СЛА у них на разные направления и так далее. У нас 24 на 7. То есть все ключевые проекты мы поддерживаем. У нас для этого дежурная команда администраторов, минимум по три человека в определенный промежуток времени. У них как вахтовый метод расписания. Аутсорсинг для некоторых больших проектах – это в основном Python. Если брать битриксовые проекты, или PHP-шные, или какие-то простые, там все, как правило, очень просто мониторится и редко падает. Мало очень там бизнес-показателей, которые зависят от этой технологии. И такие у нас и стоят дешевле. А есть большие проекты на Python, где там у вас используются Celery, не знаю, там Postgres, репликации, значит, MongoDB, RabbitMQ, Redis и так далее, так далее, так далее, которые все каждый надо мониторить. Каждый из них может при какой-то аномалии застопориться. Каждый раз у нас прецедентная история, мы тюним свои мониторинги, то есть среагировали на какой-то новый инцидент. До этого у нас, скажем, не отслеживался, не фиксивался автоматически. Мы стараемся каждый месяц, когда это все произошло, мы садимся все вместе, смотрим на такой конспект того, что произошло. И думаю, как мы можем это поменять, чтобы такого больше не было. Или как на это лучше среагировать и так далее. Андрей, спасибо за доклад. Очень ярко. Хотел уточнить по поводу энтерпрайзов, таких кондовых энтерпрайзов, которые живут на больших монолитных системах, разработанных, наверное, разрабатывавшихся последние 10-15-20 лет, может быть, где-то даже больше. То все-таки, Ваша рекомендация, насколько я понимаю, это сносить старое, ставить новое. А вот в той практике, с которой Вы сталкивались, насколько часто это реально происходит и насколько успешно? Потому что проект по замене, не знаю, курс системы в банке, например, это на много лет и с негарантированным успехом. Да, но я не говорю, конечно, про курс системы в банке. Это, наверное, стоило отметить в докладе. Надеюсь, никто меня не понял неправильно и не собирается сейчас пойти и выкинуть курс системы в банка своего. Да, и попробовать что-то на вебе сделать. Нет, я говорю про более простые вещи, конечно, которые можно так сделать. Они поживут какое-то время на саппорте, на поддержке, и Вы тем временем замените ее на новую систему. Такие большие системы, о которых Вы говорите, нужно, конечно, поэтапно заменять. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое докладчику. Если Вам понравилось, будьте добры, поставьте оценку в нашем Telegram-боте или на сайте в личном кабинете. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.